этот комплекс фитотронно-тепличный комплекс как уже сказал за деньги советские большие были вложены и теперь сейчас вы можете заметить мы постоянно вот вкладываем поддерживаем этот комплекс рабочем состоянии уже 50 лет этот комплекс остался единственный в россии как комплекс то есть есть отдельно фитотроны много раз в россии отдельно теплиц да но как комплекс фитотронно-тепличный это единственный остался и он позволяет проводить здесь ученым эксперименты все полного цикла да то есть и генетические эксперименты которые вы можете сейчас пронаблюдать в камере отведу и размножение процесс размножения и процесс оценки как раз сейчас у нас идет один из одна из наших задач выполняется с коллективом фитотрона это оценка сортов на морозоустойчивость здесь вы видите выставлены сорта при хороших климатических условиях которые уже про прошли проморозку в морозильных в морозильных камерах и сейчас идет здесь подсчет оценки выживших сортов и тут и коллекционные образцы наши образцы разные режимы опять же здесь минус 16 две повторности минус 18 и минус 20 промораживание причем центральный рядок это стандарт всегда обязательно сеется вот в первом ряду это гром а во втором ряду агрофак 100 очень морозостойкий опять гром агрофак гром агрофак это центральный рядок вот 4 получается поэтому можно посмотреть вот сорта бербаш видите вот насквозь зеленый на всех режимах 16 18 20 отличная морозостойкость хорошая морозостойкость у тебя все-таки 150 вот эти второй рядок вот он идет видите получается центральный агрофак при минус 20 сохранился замечательно идем дальше вот опять же агрофак 100 отлично сохранился минус 20 парсек сохранился замечательно ведь редки даже при минус 20 сохраняется насквозь тоже зеленая все а вот посмотрите иностранцы которые сюда хотят проникнуть и чтобы их все или ведь и вот сантуоза посмотрите даже при минус 16 вот рядок он предпоследний он бы тоже и уже замерз не говоря уже про минус 20 другие линии получается czd 5400 67 это наверно немецкая тут тоже за замерзла при минус 16 вон рад получается тоже французский материал тоже при минус 16 вот второй рядок видите даже все замерзла вот видите хотя все в одинаковых условиях было этого достаточно было даже не надо было минус 20 минус 16 уже померзла поэтому и есть система госсортоиспытания где проверяется на сорт участках хозяйственная полезность и возможность выживаемости давать урожай как раз в различных условиях и вот необходимо также такая проверка по морозостойкости чтобы в искусственных условиях проверять материал создавать и морозостойкие сорта и проверять исходный материал для скрещивания это сердцем и фитотрона называем до фиторона типичного комплекса вот здесь у нас морозильники здесь за стеной покажу вам один сам фитотрон непосредственно где растения мы выращиваем здесь что ценным вот эти первые четыре холодильника были собраны куплены у канадцев а вот привезли из канады оборудование здесь собирали в чем их преимущество они дают точность одну десятую градуса цельсия отклонения да то есть ученые нам дают график и соответственно с этим графиком эти холодильники очень точно в любой что самое тяжелое важное да в любой точке объема да где у нас идет исследование получить равномерную температуру и точную да и вот это все в эти холодильники могут чем они исключительны вот данные все стекаются на втором этаже у меня компьютер все сходится туда значит до минус 25 мы спокойно используем любые температуры сейчас настоящий момент происходит процесс закалки минус 5 да мы уравниваем все все сорта здесь можете быстро заглянуть сейчас на тележках ящика да извините долго не могу потому что сейчас минус 5 минус 5 но сейчас подбросил дверь открыли по час подбросится вот но использую оборудование все мощное вот поэтому все справляется что вам наши проблемы не будем рассказывать да ну а тут недели недели сначала закалка бывает оттаивание снега делается на улице был снег ящики заводится с улицы они проходят и и равен зато и проходят именно в естественных условиях зиму сейчас в тележках закатываются вентиляторы мощные потоки воздуха со всех сторон и ящик промерзает насквозь и когда выходит на режим каждый час температура понижается на один градус потом выходит на режим там минус 17 18 20 и сутки держится температура и потом же также постепенно повышается по градусам сейчас обратно и вот цикл недельный каждый понедельник закатывается и каждый понедельник выкатывается и вот соответственно всю зиму мы здесь промораживаем и несмотря на то что зимы на кубани давно уже нету хорошей мы все эти годы проверяем весь материал и можем создавать условия условия и сорта для всех регионов с мощнейшим разостойкостью еще что почему это комплекс да кроме того что увидеть теплицы до фитотроны чтобы так точно работали необходимо целое у нас здесь подвале мы уже вас туда не поведем техническое помещение и там оборудование которое обеспечивает охлаждение вот этих камер вы вынос тепла на улицу вот поэтому то есть это не простые холодильники это нельзя так купить холодильник и знаменем написать хочу точно 21 и 1 10 21 и 5 так не получится этого только на таких с помощью большого объема оборудования татьяна николаевна делали гибридизацию кастрирует пшеницу готовит созданию гибридов колосья вы колосились и вот татьяна никола на аккуратненько пинцетиком и ножичком достает недоразвитые зачаточные тычинки мужскую часть вырывает их потом оденет этот изолятор белый когда колос созреет там останется только женская часть цветка и мы будем сверху опылять уже другой пыльцой пыльцовый кажется отцовского растения чтобы получать гибриды и вот в каждом изоляторе вот здесь будет новый гибрид я сюда гибридные зерна потом будут посеяны для популяции популяция будет делаться отбор и создаваться новые сорта вот это первичный этап как говорится селекция создания новых гибридов да очень крепотливая точная работа нужно иметь очень мощные глаза до нервы руки не тряслись ни коем случае поэтому вот ежегодно здесь мы около 500 гибридов делаем зимой и где-то 200 300 в поле поэтому гибридизацию можно практически полностью перенести в тепличные условия чтобы летом было больше времени оценивать ездить как говорится по экологическим точкам изучать пшеницу поэтому летом очень каждый день дорог и мы пытаемся вот растянуть работу чтобы лето было и в среди зимы так что ну вот видите даже все оборот соблюдаем немножко гороха для себя оборота тюльпанов несколько для себя оборотов так что как говорится чтобы было и красиво и приятно вот это цветочки желтенькие высыпались и потом холсток срываешь этого сорта и можем здесь раз опылить получается условно говоря вот здесь приготовленные колоски пишется подойдите что я прошу вот изолятор приготовленную для гибридизации внутри полос уже прокастрированный него чешуи раздвинутые там уже только вот цветочки женские остались торчать мы берем полос отрываем листик конечно так по-другому все он жертвует собой вот сюда вставляем да и трусим пульсоса раз-раз-раз-раз все свадьба прошла потом колос оставляем здесь вы видели что гибрид был произведен до пылен до чтобы не перепутать и потом подписываем журнале что вот изолятор номер пять было пылен мама такая-то папа такой вот и потом уже эту семью будем изучать этих детей и из них собирать лучшие говорится образцы новые сорта создавать вот так а